МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка «Автодизайн-88», проходившая на ВДНХ СССР, не произвела фурора. Вот что мы услышали от посетителей. Здесь много очень вторичного на этой выставке. То есть все эти модели, формы, они уже где-то видены неоднократно. Подделок под иностранные автомобили, но несравненно низкого качества. Все машины напоминают, в общем, как будто собранные из узлов, там, Митсубиси, Тойота, где-то Рено там и так далее. Но, видимо, и внутри то же самое, начинка такая же. То есть хотелось бы, чтобы было свое лицо, что ли, нашего автомобильстроения. Но, видимо, наша база и наше отечественное автомобильстроение еще и вряд ли позволяет такую машину сделать. Да, нельзя всерьез говорить об отечественном автомобиле 21 века, если даже давно обещанные нам АК и Таврия, так назван новый Запорожец, до сих пор в диковинку на дорогах страны. Ведь Таврия по сравнению с зарубежными автомобилями уже устарела. Ее, казалось бы, пора снимать с производства, а мы все никак не можем внедрить. Вот что нам рассказал главный конструктор Запорожского автозавода Владимир Петрович Стышенко. Вот наглядный пример создания этого автомобиля и наглядный пример моей жизни. Этот автомобиль мы уже имели в первых опытных образцах в 1965 году. А уже к 1978 году он сложился таким, как вы увидите сейчас. И вот в течение 10 лет мы ведем его освоение. А когда оно в конце концов произойдет, вы знаете, трудно сказать. Возможно, не раньше 90-91 года. Сейчас мы начали его выпуск, но мы далеко еще не вышли ни на нормальные технологические процессы, ни на нужный уровень качества. Десятки миллионов инвалютных рублей стоят эти комплексы, способные производить более 600 высококачественных кузовов смены. Но останавливается конвейер, забит готовыми кузовами. Подводит Мелитопольский завод, поставляет мало двигателей. Его, в свою очередь, подводит Минстанкопром. Вечная история. Рабочие убеждены, решится проблема с двигателем, возникнет новая. Ведь в отличие от этой линии, большинство оборудования на заводе давно устарело. Сегодня конструкторская мысль способна создать практически любой автомобиль. Или вот так на бумаге, или в единственном экземпляре. И если коренным образом не изменить отношение к отечественному автомобиле строению, то положение дел вряд ли изменится. В Центральном театре Советской Армии режиссер Александр Васильевич Бурдонский осуществил постановку пьесы Эрдмана «Мандат». И не случайно обращение режиссера к этой пьесе. Судьба его семьи трагически переплетена со страницами нашей истории. Ведь Александр Васильевич Бурдонский внук Сталина. Пьеса, написанная еще в 20-е годы, показывает истоки зарождения вождизма, культа личности. Персонажи «Мандата» живы по сей день. И сегодня они с подложными мандатами, бросая в лицо поверженным или умершим властителям, что они мерзавцы, готовы повесить новые вывески и под ними торговать всем, что есть дорогого на свете, как говорит Эрдмана. Вы думаете, если вы у меня гастрономически магазину отняли и вывеску сняли, то вы этим меня уничтожили? Нет, голубчики. Я теперь новую вывеску повешу и буду под ней торговать всем, что есть дорогого на свете. Мне часто задают один и тот же вопрос, как правило, как я отношусь к деду. и вероятно ожидают услышать какую-то историю, которая полагается в таких случаях, как внук играл у дедушки на коленях. У меня в памяти таких историй нет. Даже для самых близких его людей жизнь обернулась трагедией. Бабушка Надежда Сергеевна, аллилуйя, покончила с собой. Отец жизнь была искалечена в 30-е годы, был арестован. Просидел 8 лет, был выпущен. Выпущен умирать, потому что был уже смертельным болем. Мама 8 лет не видела своих детей. Вернулись мы к ней уже, в общем-то, взрослыми, сознательными людьми. Жизнь, в принципе, тоже изломана вся. Счастье семьи, вот в таком человеческом понимании этого слова, вот в нашей жизни, например, никогда не было. Всех уничтожу. Всех. Селянс! А вы знаете, на что я способен? Я когда до идеи дойду, я на все способен. Эрман написал пьесу предостережения, пьесу предупреждения, предостережения, которое сбывалось уже не раз. Так вот, чтобы оно не сбылось еще раз, вот во имя этого и поставлен нашим театром мандат. В последние годы собаки в нашей стране стали предметом активной купли-продажи. На некоторые породы цены поднимаются до полутора тысяч рублей. Вот и знаменитая русская псовая борзая, одна из самых древних отечественных пород, попала в поле зрения любителей приобрести редкую собаку. А ведь этой удивительной по красоте породе, известной еще во времена Ивана Грозного, без охоты грозит вырождение. На выставке, организованной любительским объединением кинология, мы встретили председателя секции борзых Московского общества охотников и рыболов Тарелла Варламовича Габидзашвили. Грустно смотреть на эти любительские выставки, которые не способствуют возрождению борзой, а скорее наоборот превращают ее в чисто декоративную собаку. Что настоящая борзая это нечто другое. Что другое? Ну, если хотите, я постараюсь вам показать. что не другое? Что другое? Что это не Что это ? Нелегко возродить охоту, которая, получив ярлык Барской, преследовалась десятилетиями. И до сих пор, к сожалению, запрещена во многих областях страны. А ведь ее красоту и неповторимость воспевали Пушкин, Гоголь, Толстой. Русские псовые и гладкошерстные хорты и борзые, пользующиеся особой любовью охотников южных степных районов, почти исчезли. Только благодаря энтузиастам, вопреки всему, удается сохранять породу, которая является нашим национальным достоянием. Эти кадры сняты в единственном в стране питомнике борзых Института имени Северцева Академии наук СССР. Но этого небольшого питомника, как и энтузиазма подвижников, недостаточно для возрождения борзой. Удастся ли сохранить эту уникальную русскую породу? Или она обречена? Продолжение следует...